Станислав Васильевич Данилов И вехи его биографии совпадают с историей нашего края Далекий предок, один из безвестных русских первопроходцев Дед по матери Авсентий Семенович Бояркин из Амгинской Слободы Полинья отца из донских казаков, осевших в Чуропчинском улусе Бабушку, урожденную Муксунову, звали Учутал Мария Отец тоже учитель, поэтому потомственная интеллигентность в Станиславе Васильевиче в крови Он старожил, без малого 90 лет живет в Якутске Став архитектором, он один из тех, кто создавал облик нашего Якутска Как архитектор проектировал многие объекты города В том числе и главный корпус университета Пионер комплексного проектирования Он является разработчиком проектов не только здания главного корпуса университета Национального банка по улице Кирова Соавтором проекта гостиницы Лена Но и автором двухэтажных и деревянных 16-квартирных жилых домов Которыми были застроены 7 известные 2-й, 4-й и 17-й кварталы Итак, наш герой, один из организаторов Якутской школы архитектуры Кандидат архитектуры, почетный архитектор России и Якутии Станислав Данилов По линии отца его отец был священник Учился здесь, в Якутске, в духовной семинарии Фамилия Данилов откуда тогда? От священника его отец казак, казак был Одна из крестных была Татьяна, вдова казака Ну и поскольку отец-то ничего не говорил под свое крещение Я так догадываюсь, что это как раз, оставшись в живых, значит, жена дедушки моего отца Вот, жена казака, значит, казак был отец Никиты А Никита уже пошел по религиозной линии священника Пошел Мама отца, урожденная Муксунова, тоже большая фамилия, многодетная фамилия Муксунова Мария Ионовна Ее отец, Иона Муксунов Фотография сохранилась Такой солидный мужик Но чем он занимался, я не знаю По материнской линии Отец матери, один из первых учителей Амгинской средней школы Вот, он много лет и заведовал, учительствовал в школе, заведовал в Амгинской школе Предание есть такое, что вот он, Аксентий Семенович, отец моей матери Рожден был своей мамой на пашне То есть она, значит, простая крестьянка, она работала И вот на пашне родила, прямо как у Некрасова в Балладе Мама матери, она из рода Карякиных А в этом роду Карякиных известен был, значит, Михаил Иванович Фотография сельского схода Купец Карякин Михаил Иванович Белой рубахи с бородой окладистой Вот, он там сидит, а за ними, за столом Целая плеяда, толпа, много этих работников Судя по всему, они заранее считают, кто сколько должен пудов пшеницы или ржи сдать Это, по-современному сказать, фьючерная сделка по зерну Амгинская слобода, она зерном снабжала не только свой улуз, но и город Якутск снабжала Она и создана была тогда, как житница Якутска И она основана на два года позже Якутска, в 1634 году, Амга И так она на том месте и оставалась Якутск-то в 1632 году Бекетов был срублен там на правом берегу Лены А потом через несколько лет они переместились сюда, на место современного Якутска Амга так и стояла на том месте и продолжала, так сказать, свою деятельность Вот такие у меня по материнской линии корни в Амге А по отцовской линии в нынешнем Чуропчинском Близко к тем местам, где Якутск в первые годы создавался Там, где Суруна Маллон музей под открытым небом создал Вот там остались те части русских, которые не переехали на современный Якутск Там мама моей матери, Мария Ионовна Уксунова, она, значит, учительствовала И большой авторитет получила среднестового населения В поселке Кюиндуль, там, значит, заново созданная школа Вот там она была основной учительницей И из той школы кюиндульской много известных представителей якутской интеллигенции Я бывал в тех местах, Кюиндуль уже как-то не то чтобы заглох, но уже потерял свое значение Потому что центр культурной жизни переместился в Чуропчу А родился-то отец все-таки и не в Кюиндуле, и не в Чуропче А по пути из Якутска есть место с озером И вот в этом Тюнгулюцкой Петропавловской церкви Его через несколько дней после рождения моего отца крестили Но ведь потом времена-то другие настали Мой отец, как представитель уже современной интеллигенции, никогда не говорил, что он крещен Родственница моя в церковных бумагах нашла документ, когда он кричился Я родился в 1932 году в Амге Вспоминаются далекие годы Тот момент, когда в четырехлетнем возрасте, четыре с половиной года наша семья из Амге переехала в Якутск Этот момент я, конечно, не знаю, хотя какие-то отрывочные такие ощущения есть Что я даже еще и до переезда на коленях у мамы сижу Вот, а она по-якутски с подругами разговаривает И я мелодию якутской речи воспринимаю В детстве, до четырех лет, сначала разговаривал по-якутски А потом уже в город, когда переехали, общение только на русском языке И сахатыланумнанкомистым Поскольку мой отец тоже учитель, так же и дедушка учитель Представитель учительского рода Вот, он и в Якутске тоже по учительской линии Школа номер одиннадцать В Якутске улица Рженикидзе стояла В бывшем приютском доме Большой длинный дом, дореволюционный приют Вот, и там, собственно говоря, школа эта, одиннадцатая школа начальная Она в двух корпусах была Один корпус длинный, и там была учительская, директор и основная класса А во втором корпусе два или три больших класса И наша квартира, квартира директора Вот в этом корпусе была После того, как в одиннадцатой школе работал, потом был директор школы номер три Эти годы я уже хорошо помню Я в сорок первом году в первый класс пошел Вот, собственно, уже начинаются годы войны Потому что в сорок первом году, значит, за месяц до начала войны Четвертый сын, младший брат, значит, четвертый сын родился Ну и поскольку с первых дней буквально отец пошел в армию Мама осталась с четырьмя, а я-то старший И вот я с младшим-то нянчился, пока его не устроили в ясли Начало войны, школьные события тогда помню И еще помню, что как раз до войны, в тридцать девятом году Отец привез из Савуру, значит, это детский велосипед Ему, значит, дали путевку Геленджик А когда он возвращался, он, значит, детский велосипедик мне купил Вот мы вместе собирали двухколесный, между прочим, велосипед И сначала, значит, он меня поддерживал, а потом я пошел И вот я по школьному двору день и ночь катался Первые годы войны на уроке пения разучивали патриотические песни Значит, это «Москву не сдадим», «Смелого пуля боится», «Смелого штык не берет» И тому подобное, такие патриотические военные песни разучивали Учительница нашего класса, Зидгенидзе Анна Германовна Она была в летах, в годах Вот, она очень страстно относилась к своему делу И когда кто-то баловался, она прямо из себя выходила Но я был всегда на хорошем счету, отличник Каждый год получал похвальные грамоты На уроках военного дела стрельба была И я отлично, хорошо стрелял Из ТОЗ настоящая винтовка, ТОЗовка Патронами заряжаем, не какая-нибудь пневматическая винтовка И вот, значит, мишень Два пробных и три зачетных Поскольку, значит, я так ответственно относился Все пять пуль в десятку садил После стрельбы военрук построил Значит, меня из строя вывел Показал мишень и говорит Вот как стрелять надо Ну и не только такой момент Уборщицы сын был постарше нас Он, значит, у тебя на этой кухне Школьная кухня Нас было четыре или пять пацанов И он решил пулю отливать Свинец растопил И, значит, в пустой патрон заливать стал И только этот горячий свинец на пистон попал В пистон выстрелил И ему, значит, это брызги в лоб попали Он в больницу попал Потом я смотрю, значит, на потолке Этот вот горячий свинец Он такие брызги, следы оставил А всего-то там капсюль Вот такое вот дело Это одно из таких ярких событий детства Война-то, конечно, на нашей семье отразилась Родной брат матери, мамы Не сразу на фронт попал Он имел в городе бронь Потому что был членом госполкома Он работал там в радиоузле Но все-таки он добился В конце 42-го года Попал на фронт Ну и поскольку он до войны еще уже При военкомате этих курс их проходил Значит, изучали они там все оружие Вплоть до станковый пулемет, ручной пулемет И он офицером уже попал на фронт Командовал какой-то группой Их часть попала в окружение Но он из окружения своих бойцов вывел Бояркин Николаев Ксентьевич Другой брат матери Работал авиатехником в Якутском авиапорту И в это время как раз через Якутск Алсиб, Аляска, Сибирь Перегоняли самолетом Во время одной из аварий Посчитали его виновным В штрафную роту Дядю Фею нашего И он в боях участвовал И в одном из боев, значит Хотя его ранили там пальцы, значит Он с группой бойцов захватили Фердинанд Ну, а дядя как с техникой знакомый Авиатехник Он за рычаги сел этого Фердинанда Чего уж они там раздавили, подавили Это я не знаю Но орден славы Будучи, значит, в штрафной роте Орден славы получил Ну и как он раненый Его комиссовали До конца войны уже не участвовал Здесь в городе стал работать Ну, почитаемый человек Фотографией занимался Один брат отца под Сталинградом погиб Другой брат отца Анара так У него с детства была Покалечена нога Ему ногу ампутировали Вот так вот По верхней части бедра Но я так знаю Поскольку он с нами жил Я-то его с костылем все время видел А потом в сарае, значит, это Вдруг обнаружил протез ноги Протез такой качественный, хороший ноги Я даже не сразу догадался, что это Дядя Ионы протез Потому что он не любил пользоваться протезом Первые-то годы, значит, с нами шел Потом, значит, он в Чуропчу Там, где он родился И он с чуропчинскими переселенцами На север попал Но его, как инвалиды, все-таки оттуда отпустили Это все военные годы, я рассказываю Он в Якутске стал работать ГУСМП Государственное управление Севморпути Как работнику Севморпути Каким-то образом, значит, порция яблок Досталось И тогда я первый раз попробовал жизни Яблоки, они были мерзлые, мороженое И мерзлые яблоки таяли во рту И такой чудесный, сказочный вкус До сих пор я помню Вот тогда я первый раз яблоки покушал Потом он работал в пединституте Бухгалтером, поскольку у него специальность была такая По финансовой части Потом он, будучи больным Его, значит, это Направили в Симферополь В Симферополе он продолжал работать В Симферопольском пединституте До пенсии До пенсии Мы с мамой, значит, уже когда я стал работать Обучился в архитектурном институте И в первый свой отпуск Я, значит, взял маму И мы поехали в Сувру В Москве побывали В Ленинграде побывали И в Симферополь заехали к дяде Йоне Значит, вот фотографии там есть Немного фотографий Я тогда еще не увлекался фотографией Вот Мама была очень довольна Что я, старший сын, значит Провез ее по всей стране И у дяди Йона побывали Там мы из Симферополя еще даже В Севастополь экскурсию съездили А в Ленинграде Поскольку там мой брат Олег Который в радио работал, в телевидении работал Вот он в Ленинграде учился И на старших курсах женился А семья его жены Там То ли жили они Значит, ближе к финской границе То ли дача у них там была Мы с мамой-то уже поехали из Ленинграда туда В этот пригород И там она познакомилась С семьей жены Своего второго сына Да Ну, в общем, вот так Очень разнообразная жизнь была Мы в летние месяцы уже Пятый класс Четвертый, пятый класс Работали на летних работах И на поле работали И, значит, на коче работали И даже на разгрузке барж работали Вот И поэтому, значит, у меня есть медаль За доблестный труд В Великой Отечественной войне Это, значит, я ветеран тыла Несмотря на то, что Несмотря на то, что День Победы-то мне было Ну, больше тринадцати лет Но четырнадцати лет еще не было Тринадцать с половиной Конечно, это уже после войны Старшие классы В седьмом классе я девятую школу закончил И я поступил Забрал документы в техникум Коммунально-строительный техникум А директор Гейлис Меня встретил Около школы И говорит Данилов, говорит Ты чего ушел-то? Мы рассчитывали, что ты Золотую медаль получишь Мне говорит Дядя Коля погиб Это в конце апреля Вот те дни были ясные Ясные такие Солнечные дни были Эту погоду я помню А вот когда День Победы-то был Была сумрачная погода И было так Праздниче только было в людской среде Так А такого Стихийная демонстрация Не была такой красочной Как потом Когда возвращались И демобилизованная Это, конечно, все Ярко воспринималось Но отца-то моего Демобилизовали только В начале 47-го Весь 46-й год 45-46-й Он еще был в армии Его не сразу демобилизовали Я как из старших Вроде старший Мама на работе В детском саду И я среди Мало знакомых людей Значит, в толпе Встречал Значит, отца Я его так узнал Когда он еще на борту был И отец Не дожидаясь Когда этот трап бросил По этому канату Который Причал был Он по этому канату Значит Вот так По канату Таким десантным образом Спустился И мы его встретили Этот момент Этот момент я, конечно, помню До 46-го, значит, отец Служил в армии То, что мы В детстве трудились Это тоже эпизоды Запомнились И это я рассказал Как я первый раз Яблоки кушал А второй раз Яблоки кушал Когда мы Это в 45-м, наверное, году Сгружали ящики С яблоками Вот По трапу идешь, значит Трап качается Но молодые Равновесие хорошо Соблюдаем Конечно, они канатаходцы Но никаких перил Нам не надо И вот там Ящик один То ли случайно упал То ли нарочно его разбили И мы, мальчишки Эти яблоки кушали Вот это я второй раз Яблоки кушал Это до разгрузки Да Как раз, когда я На первый курс техникума Поступил Отец уже был И, значит В сентябре месяце Он говорит Ну, там В техникуме Я договорился Говорит Поехали Мы с ним На тот На правой стороне Мегина Конголаски На охоту К знакомому Директору школы Мюрю Мюрю, по-моему Двухэтажная школа Вот мы туда поехали А уже снег выпал Мы на зайцев охотились Весь сентябрь Весь сентябрь охотились Я тогда первый раз Из ружья выстрелил По-настоящему По-настоящему Живой Мишени Зайцев Да Но в основном Мы их петлями Зайцев ловили А обратно Это мы Значит, сани Навалили туда Этых зайцев И проводника взяли Ну, проводник Вместе с лошадью С подводой По льду К 7 ноября Через реку Значит, мы Нашли путь А вообще-то уже Местами вода Из-подо льда Выходила Вот Это Это Берю Значит Перешли мы Где-то ниже Ниже Якутска Где-то мы перешли А потом сюда Ну, вот На подводе Это уже Первая охота С отцом Ну, а потом Мы много раз охотились И всякая разная Была Очень добычливая Была охота Была и неудачная охота Рыбалка Отец меня на рыбалку Брал, конечно Ну, и не только меня Вот уже братья подросли Братья тоже Но Если так Перейти К нашему времени К нынешнему времени Почему я один Остался, один живу Брат Следующий-то Поехал На родину жены В Курск Там жил Потом, значит В прошлом году Они из Курска Переехали В Новосибирск Потому что Сын и дочь Олега Брата Они в Новосибирске Обосновались И вот сейчас Мой брат В Новосибирске А вот Две сестры Сестра на 15 лет Моложе меня И сестра На 17 лет Моложе меня Они уже После войны Это Родились То есть Нас было Четверо братьев И еще две сестры И того Шесть человек Живых Значит Мама всех нас В семье держала И вот Две сестры Которые моложе Они умерли Сначала Старшая Сестер Умерла Шесть лет назад Потом Пять лет назад Умерла Вторая сестра А в прошлом году Один из средних Братьев Тоже умер И вот Нас вдвое Осталось Но он Брат-то В Новосибирске А я здесь Один Ну У меня есть Конечно Родственники Племянник Племянница Племянница Мне помогает По дому Вот Когда из ЖКХ Позвонили Мне Как это Ветерану Вам Социальная помощь нужна Помощник социальный Вам нужен Я отказался Потому что Недалеко живет С семьей Живет Племянница Она мне помогает Кстати У нее Сын Здешний Чемпион По шахматам Еще в школе Учится Но он уже Среди юношей Чемпион Неоднократный И уже Во взрослых Соревнованиях Участвует И участвуя Даже во взрослых Соревнованиях Он Призовые места А В прошлом году Первое место Занял Вот Во Владивостоке На соревнованиях Был И в Москву Там Читу Хабаров В Москве Я в Москве Учился С 1951 По 1957 Год Там Серьезно Большая Программа И поэтому Шесть лет Обучают Архитекторов Вот Мы из Якутян Мы вдвоем Учились Я и Суханов Нариман Валентинович Он здесь известный человеку Потому что После первых лет Работы Архитектором Он пошел По партийной линии И Высокие должности Занимал Он Лет 20 тому назад В Москву В гострое СССР Это же 30 лет назад В гострое СССР Заместителем Председателя Гостроя был Суханов Нариман Валентинович Хлебцов Иннокентий Алексеевич Гермогенов Георгий Вустинович Петров Вячеслав Семенович Егор Яковлевич Нестеров Вот Мы все Выпускники Московского Архитектуры Института Но вот Мы с Сухановым Были первые А потом Они Значит Ну потом У нас еще Есть архитекторы Воспитанники Из Горького Из Новосибирска Есть Ну вот сейчас Уже молодежь Архитекторы Меня учился Но тоже В архитектурном Институте Учился Вот Когда Он еще Был архитектором А я уже Заведовал Кафедра Архитектуры На техфаке Мы его Взяли На работу И он Быстро Так Сделал Кандидатскую Диссертацию А чтобы Докторскую Диссертацию Делать Мы его Отпустили Так сказать В проектную Работу Там Потому что Было Как-то Свободнее И он Сравнительно Долго Делал Докторскую Диссертацию Но все-таки Он сделал Вот Я ему Редактировал Его Работу Но Он Несчастный Случай Значит Уже Года Четыре Что ли Как он Умер Вот Так что У нас Докторов Архитектуры Сейчас нету Я остался Кандидатом Архитектуры Научно-методической Работе Продолжал Работать Педагогическое Работа Поглощало Все мои Ресурсы И поэтому Докторскую Диссертацию Я не стал Делать Вот Трулысов Делал И сейчас Вторым Доктором Хочет стать Лыткин Кузьма И мы Надеемся Что Лыткин Кузьма Будет Доктором Архитектуры А сейчас Кафедру Архитектуры Возглавляет Николай Николаевич Алексеев Заслуженный Работник Лауреат Премий А я Значит В этом Техническом По направлению Строителей Архитектуры Ваковский Диплом Доцента Вот Я один Имею Когда Умер Сталин Наверное Вы в Москве Были Да Как Это было 1953 1963 Год Март Месяц Я учился На третьем Курсе Конечно Весь Весь народ Переживал Весь Институт Конечно Тоже И Сводки Эти О состоянии Здоровья Слушали Внимательно А уж День смерти Толпа Повалила На трубную Площадь Чтобы Каким-то Образом В демонстрации Этой Участвовать Но Оттуда Нам пришло Так Устное Известие Что Туда Не надо Ходить Там Давка Случилась Не знаю С какими Последствиями Но Это Там же Железные Эти самые Каких Ограды И Вроде бы Несколько Человек Каким-то Образом Пострадали Но Были ли Это Смертельные Случаи Или Просто Значит Это Повреждение Нам Об этом Ничего Не говорили Чтобы Не сеять Панику А в Мавзолее Я и Ленина Видел И Сталина Видел В Мавзолее Ну А когда Прощание Со Сталиным В колонном Зале было Так Там Столько Было Народу Такого Высокого Зоня Что Нам Туда И Нечего Было Очередь Занимать Мы Конечно Никак Не могли Влиять На то Чтобы Кто там После него Что Что там Будет Но Знали Прислушивались А влиять Тому Не могли Никак Даже Партийная Масса Вот 90-е годы Не смогла Нормально Участвовать Уже Защитники Белого дома Сами оказались Повергнуты Потому что Народ Полной информации Не имел Когда ГКЧП Образовалось Я уже был Член партии И я подумал Ну вот Может быть Они Сделают Порядок А их Самих Арестовали Горбачев Мне лично Как-то Не внушал Доверия Вот Он Руками Рукмахивал Коммунистической Оппозиции Не было Вот Поэтому Мы Не могли И как Повлиять На эти События И я С удивлением Узнаю Что вот Беловежская Польша И значит Это Ельшин Звонит Кому Президенту Америки Звонит Докладывает Все Говорит Мы готовы Сделали И тут Только я Узнал Тогда Такая Была Информация Слабая А сейчас Какие Ощущения Сейчас Сейчас Ну вот Сейчас Дело Ощущение Такое Что Надо Надо Социалистическое Преобразование Возвращать Не то Чтобы Союз Два Но На новом Уровне Россию Направить На такие Рельсы Примерно Такого Социалистического Пути А Вируса Нет Все Поправляю Своё Здоровье Чтобы После 90 лет Еще бы Пожить Пожить Да Пожить Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok